В каких странах бушует тропический циклон, как в Индии отметили Всемирный день чистоты и какой спутник сможет отслеживать уровень воды в Мировом океане, об этом и не только далее в нашем обзоре. На Филиппины обрушился тропический циклон Макхуд. Скорость ветра в некоторых местах достигала 200 км в час, а сам тайфун получил пятую наивысшую категорию опасности. В некоторых регионах оборваны линии электропередач, более тысячи домов остались без света и доступа к питьевой воде. Спасательные службы сообщают о трех погибших и десятках раненых, в том числе и детей. Готовится встречать ураган Макхуд и в Гонконге. Там уже отменили сотни авиарейсов и поездов. По данным синоптикам, циклон уже к концу дня может обрушиться на мегаполис. Некоторые местные жители решили покинуть свои дома, а те, кто все же остался, скупают в магазинах всю необходимую провизию и воду. НАСА готовится к запуску спутника, который сможет отслеживать уровень воды в морях и океанах. Сателлит оснащен специальными высокочувствительными лучами, которые создают до 10 тысяч импульсов в секунду, позволяя собирать точную информацию о любой морской поверхности. В будущем спутник будет измерять и толщину арктических ледников. Это даст ученым более точную информацию о скорости таяния льда. Турецкая полиция задержала более сотни протестующих рабочих, которые строят новый аэропорт в Стамбуле. Строители недовольны условиями труда и низкой зарплатой. Полицейские применили слезоточивый газ, более сотни людей задержаны. Новый аэропорт Стамбула станет самым большим в мире и будет обслуживать около 150 миллионов пассажиров ежегодно. Открытие планировалось уже в конце октября этого года. Сегодня во многих странах отмечают день уборки. В Индии по-своему подошли к вопросу чистоты. Премьер-министр страны Нарендра Моди в рамках программы на службе чистоты прошелся по самым загрязненным районам Нью-Дели и лично убирал мусор. Таким образом, Моди привлек внимание к проблеме загрязнения страны и призвал быть более ответственными, соблюдая чистоту не только дома, но и на улице.